Трамп вышел и произнес очень жесткую эмоциональную речь, сказал, что он такого не потерпит и демонстративно выпустил 59 ракет. И что, и где эти самые пресловутые СС-30 и СС-400, российские противовоздушные комплексы? Ведь мы же все помним, как российские генералы выступали на пресс-конференциях и похвалялись, явно адресуясь к американцам, что мы можем там любую цель воздушную за 5 секунд перехватить. И где эти перехваченные цели? Да понятно, что, ведь мы же знаем, что Соединенные Штаты предупредили Россию, предупредили российских военных по существующим уже согласованным, установленным каналам, что мы будем стрелять. И вы, ребят, тут отойдите в стороночку и не мешайте нам. И отошли в стороночку и не мешали. И совершенно не стали защищать своего союзника. И вполне вероятно, что те договоренности, которые достиг господин Тилерсон в Москве, касаются примерно того же самого. Значит, будем мочить Асада, Асада, простите, Башара Асада, а вы, ребят, у нас под ногами, пожалуйста, не путайтесь. Вот если так дело пойдет, там, глядишь, мы еще о чем-нибудь с вами договоримся. Евгений Алексеевич, вот то, что Трамп заговорил понятной Путину речью, вот, извините, тамагавки, да, если так вот, вот тот сказал, этот понял. Вот означает ли это, что какая-то стабилизация на Украине нуждается, что Путин, по крайней мере, не пойдет дальше? Вполне вероятно. Я думаю, что, я давно говорю, что, и не я один, что Владимир Владимирович, пацан конкретный, он понимает только язык силы. Воспитанный вот в этих хулиганских питерских дворах и подворотнях, бывший, сам, как бы, это не я придумываю, да, я не пытаюсь, сам себя шпаной называл, прямой речи. Вот, как бывшая питерская шпана, он, наверное, единственный язык, который понимает, это язык силы. А, условно говоря, когда его пытаются уговаривать, увещевать, разговаривать с ним на изощренном дипломатическом языке, он делает вид, что он не понимает. А вот когда тамагавками, вот тогда все понятно.